Нашла. Мы на месте. Мы приветствуем Алису. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она пытается сказать, но ей очень неудобно быть скрученной, и там голограмма еще присутствует. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Алисы. Отключи эту голограмму. Подсвечиваются все чипы и датчики в биополе, которые соединены с этой голограммой. Отключи ее полностью, выведи все вместе со всеми подключками из биополя. И как это выходит, отправляя в клетку тюрьму. Пошел процесс. Но она где скручена? В тех местах она пережата этой голограммой. Посмотрим, кто за этим стоит и кого мы перекрутим сегодня. Голограмма насыщенная, она вышла в клетке. Хорошо, сканер. Просканируй полноту души Алисы на настоящий момент. 88. 88%. Алиса, вы меня слышите? Я слышу, но я очень устала. Мы как раз здесь, чтобы вам помочь. Вы даете нам свое согласие на работу. Вы найдете, кто это сделал? Вы к нам обратились именно за этим. И мы намерены это сделать. В течение следующих пару минут. Вы даете свое... Я обратилась, значит, я нашла выход на это согласие. Даю команду на счет риск. Сканер сканирует пространство над головой Алисы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все семь тонких тела Алисы, находит все. У меня арахноид вышел сразу с головы. Арахноид. Гуманоид притянулся к голограмме Березард, Инкуб и Бес. Еще кто-то есть? Все. Чья это голограмма? Гуманоид. Гуманоид. Откуда гуманоид? Ориона. Ориона. Арахно, гуманоид с Ориона. Ты перетянул тонкую копию своей голограммы. Ты это сделал специально, чтобы она испытывала боли. Какая была этому причина? У тебя есть контракция? Мне не нужен контракт, чтобы захватить ваше существо. Серьезно? Ты так думаешь? А зачем мне контракт? Хорошо, в моих руках появляется шар с живой плазмой. Мне тоже твое разрешение не надо. Мне достаточно разрешения, Алиса. Я засуну этот шар тебе сейчас в твою клодку. Вы как пластилин. Можно ли пить все, что хочешь? Гуманоид получает удар 250 тысяч герц. Удар. Не бей меня. Это предупреждение. Битие начинает полумиллиона и выше. Это я тебе просто... Он получил удар, у него дырочка. Хорошо. И так, гуманоид. И этим я тебе просто объяснил о серьезности моих намерений и о серьезности намерений Алисы. Если ты еще раз посмеешь такие абстрактные заявления в наши стороны, любить как пластилин и так далее, жалкие людишки или тому подобное, ты пожалеешь об этом. Я тебя предупредил. Ты напал на меня, я теряю энергии. Ты сегодня потеряешь не только эту энергию, ты можешь потерять все. Ты находишься во власти Алисы. Ты вошел в ее биополе и являешься ее заложником. Если Алиса даст свое согласие на то, чтобы дать тебе откат, я установлю эту конструкцию и голограмму в тебя. Точно так же перепрограммирую, как ты ее, на откат энергии и включу на полную мощность. В течение одной минуты за все эти годы она тебе вернет всю свою боль. Ты тогда забудешь об этой маленькой дырочке. Это круговорот. Ты меня отпустишь. Будет другая Алиса. А я тебя не отпущу. Что ты взял, что я тебя отпущу? У тебя нет выхода. Да? А межгалактическая полиция? Как тебе такой вариант? А военные? Нежели ты думаешь, я бы занимался этим без поддержки с верой? У нас все есть. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Будьте на них отвечать. Даю команду Том. Блефуешь. Я блефую с чем? Тебе придется отпустить меня. Хорошо. Ты так думаешь. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте, Али. Хотел поздороваться. Здесь гуманоид сомневается, что он попадет в руки межгалактической полиции после этого сеанса. Я вам говорю, это не совсем так, как он себе это представляет. Разговорчивый попался. Обычно за такими наглыми стоит кто-то еще. Конечно. Благодарю тебя. Выстраивай каналы вот этого гуманоида 1, 2, 3, ко всем ответственным, с кем он связан, и притягивай их всех в клетку-тюрьму. Стоят по цепочке, притягиваются, становятся моими заложниками. Да, будет так, а так и есть. Ящер. Считай цифру ящера над головой. 344. Ящер 344. Теперь картина уже полная. Ящер, гуманоид цариона, коллективная работа, организованная преступная группировка. Даю команду тонкой копии Алисы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также и к этой голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алисы. Итак, ящер, я слушаю тебя внимательно. Сколько ты находишься в биополе вместе с этим гуманоидом? Как давно вы это все начали делать? Я связан со многими гуманоидами. С ней я не связан. Ты связан с тем гуманоидом, который находится в этой клетке-тюрьме. Связан, да. С ней я не связан. Я не нахожусь в биополе Алисы. Итак, ты начнешь отвечать на мой вопрос или нет? Сколько находится эта конструкция, когда ты дал ему задание? Это не моя. Задание, скажу, когда дал. Конструкция не моя. Я понял, что конструкция не твоя, а гуманоида. Я третий последний раз спрашиваю. Всего три раза. После этого я начинаю действовать. Итак, когда ты дал ему задание? И какая цель этого задания? Души, энергии, биоматериал. На меня многие работают. И у тебя есть много частичек души, которых ты уже украл. Я вижу целую коллекцию. Это задание. Это не воровство. Задание это не воровство? Я не понимаю сейчас этой логики. Это работа по отщеплению биоматериалов. Вот. Отщепление биоматериалов. И мы работаем пять лет. И частичек души запрещено всеми межгалактическими законами. Ты об этом прекрасно знаешь. Я знаю, но вы нет. Ящер, если ты сейчас еще так будешь со мной общаться, я реально достану шар с живой плазмой и уничтожу тебя прямо на месте здесь. Я говорю про человечество. Многие не знают про основу свободы воли. Это основа человечества. Но многие этого не знают. Именно это я хотел сказать. Хорошо. Отвечай по существу. Итак, Вера, как у нас с реверсом? Реверс идет еще. Усилий потоки. До последней частички. Все назад возвращается. Ну как гуманоид? Поговорим о блефе еще раз? Не хочет. Он на ящеру смотрит. Бесполезно. Чтобы он что-то делал. Ничего он не сделает. Реверс закончился. Итак, устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Алиса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили. Все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Алиса себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем все по праву. Усилий потоки в 50 раз. Какой у нас Бес? Посмотри, Вера. Девять. Хорошо. Что возвращается из голограммы? Посмотри, Вера. Ну, ей много что возвращается. Эта голограмма, она такая, как переливающаяся была вся. Всех цветов. Да, и она как отблескивает как-то чем-то. Цветами такая яркая. Сейчас все возвращается. Разные цвета. Это что из чакрам идут. Сейчас голограмма погаснет. Этот переливающийся свет ее наполняет. Закончился реверс. Сканер, дай мне полонту души на настоящий момент. 99. Где находится один процент? У ящера находится, иначе бы он не притянулся. Один процент находится у ящера, который вообще не участвует, но вору и дает задание на это. Интересно. Хорошо. Мы вернем эту частицу чуть позже. Начинаем с вытасканья того, что осталось. Бес. Что ты оставил в биополе? Показывает веревки за руки, дергали ноги. Хорошо. И скажи мне, где находится лярва в биополе Алисы? В горло. Да. Горло и грудь. У нее как невысказанность, как камень какой-то. А откуда он взялся, этот камень невысказанности? Это ее? Страх у нее. А откуда этот страх идет? От потери души. Хорошо. Все понятно. Инстинкт. Ну вот, видишь, Бес, ты копируешь. Хочешь получить эту лярву? Паника. Даже не страх. Паника. Показывает. Она как задыхается и высказаться не может. Конечно, не может, когда душа не может. Дивание у нее начинает прерываться. И инстинктивно. Она не понимает, почему. Но причина в изъятии. Хорошо. 11% мы вернули, еще 1% вернем тоже. Итак, Бес, хочешь получить эти лярвы? Хочет. Выходи сначала. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. На месте доложи, что ты закончил. Я дам тебе отдельные команды на лярвы. Приступай. Снимать с рук. Да. Запястье, веревки и с ног. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе, Бес? 3 года. Разрешаю тебе забрать все лярвы. Забирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Отправо. Хорошо. Ты в квартире присутствуешь. Бес. Присутствует. Мы сегодня квартиру чистим. В детях не присутствуешь или в мужа? Мы сегодня их тоже чистим. Присутствуют мальчики. Мальчики. Хорошо. Есть подключки мои. Значит, мы тогда чуть задержимся. После этого я тебя, когда мы мальчика почистим, отправляю тебя в квартиру, соберу все, что ты там оставил. Я тебе еще дам в дорогу весь негатив, который я соберу в доме. Устраивает? Да. Хорошо. Итак, Бес все убрал. Инкуб. Сколько ты находился в этом биополе? Два года восемь месяцев. Выходи. Снимай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам. Я вас предупредил. У него на талии ремень такой узкий. Перетягивает ее. И он еще перетягивает. Он как сужает ей органы. Перетянутые. Это у нее проблема уже шла на физическом плане. Это твоя работа? С желудком и так далее? Не совсем моя, но содействовала моя подключка. А кто еще воздействовал, если не совсем твоя? Тот, кто был до меня. А кто был до тебя? Он показывает. Я не знаю, что это. Это как то, что он чувствует. Это не фантом, но это как запах или что-то, который он понимает. Это был инсектоид. Он высидел инкубатор и ушел. Конструкции он свои забрал. Инкубатор забрал тоже инкуб. Он все забрал. Здесь нет ни фантома, ничего. Это какое-то присутствие, как невидимая энергия. Ну понятно. Запах какой-то. Все понял. Хорошо. Он все снял. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? Восемь лет находился. Где ты сидел? Сердечная чакра или горло? Да, сердце. Сердце. Выходи. Вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Все свои энергии собирай и возвращайся назад. Приступай. Он показывает, он хрипел, когда у нее были страх и паника. Он вещь делал. Хрипел. Это выходило из нее, как хрип, страх и сердцебиение, что ли. Понятно. Я думаю, Алиса знает. С этого он получал энергии. Алиса знает, о чем идет речь. Я вытащил. Хорошо. Арахной, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай всю свою паутину, все иголки, все, что ты оставил в ее биополе. Скажи, сколько ты находился в этом биополе? Он четыре года. И он показывает, что от конструкции, от голограммы. Ее скрутило, его перенесло на одну сторону. Он сместился. В левую сторону? Да, он сместился и присутствовал там. Поэтому у нее левая сторона лица, левая полностью часть тела была немая от этого. Он только про голову может сказать. Ну, а голова левая часть, она нам писала об этом, да. Вот вам причина, Алиса, и причина этого отупления в левой части организма. Он все снял с головы. Хорошо. Скеннер, просканируй сейчас. На частоте гуманоида и ящера, и голограммы, Алису, найди. Все, что мы еще не нашли. Все ненайденные чипы, датчики, импланты, конвекторы, они подсвечиваются. Отсвечиваются, отключая их, выводи полностью, как выйдет. Отправляю в клетку-тюрьму, где находится голограмма. Пошел процесс. На нее есть по телу, в тех местах, где она скручена была, как такие защиты, как прищепки небольшие. Вытаскиваю. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Начинаю, даю команду на рассинхронизацию Алисы с голограммой гуманоида, гуманоидом, ящером, арахноидом, лизардом, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Приключаю внутренний белый свет Алисы. Этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низкое аббрационное, остаточная энергия от всех интерферентов и их подключек. Все это выходит до последней частички. Один, два, три. Выходит также этот запах от инсектоида. Все формируется в шар перед ней. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Иду к команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Алисы, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы. На счет три, один, два, три. Удар. Отлетает все каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Итак, Алиса, на настоящий момент вам не хватает одного процента души. Вы желаете его вернуть назад? Да, желаю. Отлично. Сформулируйте сейчас. Это свое намерение в себе. И я даю команду на счет три выстраиваться прямой канал от Алисы к ее частичкам души, где бы они находились. Один, два, три. Каналы выстроились. Даю команду на счет три. Забираем частички ДНК, частички души, весь биоматериал. Все, что находится на чистоте Алисы, мощным потоком пошло назад. Все ее энергии возвращаются мощным потоком до ста процентов. Пошел процесс. Здесь картинка идет. Это как архив. Архивы там много. Пробирок, как-то так называть, каких-то небольших, где находится небольшое количество души. То есть, все, кому они подключаются, они один процент оставляют. Алиса, она сконцентрировалась этим светом внутренним, и она как горошину ее к себе притянула, этот один процент. Отлично. И пошла информация, сколько находится там таких пробирок. Пошла цифра. Две тысячи восемьсот тридцать шесть. Две тысячи восемьсот тридцать шесть душ. Частичек душ. Хорошо, Алиса. И подхожу к Алисе, сжигаю этот канал. Один, два, три. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И сканер дай мне полноту души, Алиса, на настоящий момент. Сто процентов. Здесь все понятно. Начинаем тогда отпускать те, кто прошел проверку. Арахноид, ты присуствуешь в квартире? Присутствую. Кто еще, кроме беса и арахноида, присутствует? Больше никто, да? Есть что-нибудь у гуманоидов и ящеров в квартире? Они к ребенку подключены, к девочке. К девочке? И есть, да, плата в детской комнате. Так, ну, в принципе, плату мы можем убрать сами. Подключки мы вытащим у девочки сами. Это не проблема, я думаю. Притягивать тогда уже никого не будем. Тогда я прошу Лива идти со мной на связь. Лива вернули 12% души из Алисы. Мы обнаружили сейчас, что гуманоид еще находится в одном-другом ребенке. Но я думаю, мы в состоянии сами вытащить из него все, что там осталось. И в квартире у него тоже есть подключики. Так что, если ты не возражаешь, можешь сейчас их уже, в принципе, и забрать. В коллекции находилось, находится 2836 душ. Частичек душ у этого ящера. Отлично. Мы их забираем. Кроме этого гуманоида у него есть и другие. Это как наркодилер на вашем языке. Забрали. Голограмма осталась, да, Вера? Да. Под голограммой открою воронку в галактическое другое. Голограмма уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Арахноид. Сейчас я открою тебе портал в квартиру. Собирай все, что там осталось. Мы чуть позже придем и заберем все. Ты присутствуешь в комнате с детей или мужа? Нет, он присутствует в квартире и на участке. Хорошо. Значит, на участке в квартире собираю все. Открывается портал в квартиру Алисы. Один, два, три. Арахноид уходит в этот портал, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Лизард. Ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Ну, понятно. Ты готова уходить? Да, готова. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирай все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Инкуб, ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирай все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, тогда постоишь. Мы потом поднимем ребенка. И после этого я тебя тогда в квартиру отпущу, как и сказал. Вопрос. Тебя интересует эмоциональный фантом? Да, интересует. Я сейчас буду зачитывать частоты. Ты мне потом скажешь первопричины. Несколько первопричин, из чего все вытекает. Но я полагаю, это из страха. Итак, выходит эмоциональный фантом Алисы. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы. А также все низкое аборационное эмоциональное энергетонное. Ее же сгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он вышел, он такую форму имеет, нечеловеческую, какой-то горб. Скорбом даже, да? Понятно. Хорошо. Алиса, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться и отстегнуть себя от них? Готово. Готово. Хорошо. Сворачивайте энергии в шар. Забираешь бес? Да, он забирает. Отправляю бесу и слушаю тебя. Назови меня пару первопричин. Страх и паника. Что тут называть? Белое, но черное заменили. Значит, тебе пока энергии достаточно. Идем дальше. Переходим на чистоту. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Алиса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Это страшно потерять душу. Сейчас мы все вернули. У вас 100% вашей души и нет интерферентов. Я буду охранять ее. Отлично.